Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарбаба и я приветствую вас в октябрьском подкасте. Ну что ж, у нас октябрь очень насыщенный месяц по выходам новинок, посмотрим что у нас будет ждать в октябре. Пишите свое мнение в комментариях, будем ли с вами проходить это на канале или нет. Ну а мы начинаем, поехали. Итак, первая игра, которая выходит у нас с вами 10 октября, это Средиземье Тени Войны. Я играл для себя первую часть Тени Мордора, но не для канала. Понравилась мне игра, очень жду продолжения, игра уже куплена, обязательно будет на канале. Посмотрим, что она себя будет представлять. Что нас ждет в этой игре? Мы с вами отправляемся в тыл врага, будем создавать армию, захватывать крепости и править Мордором изнутри. В этом новом повествовании Средиземье узнаем, как знаменитая система Заклятые Враги создает уникальные биографии каждому врагу и стороннику, противодействует всей мощи темного властелина Саурона и призраков Кольца. В Средиземье Тени Войны память хранит все. Пишите свое мнение в комментариях, ждем выхода 10 октября. Следующая игра, которая у нас с вами выходит 13 октября, это The Evil Within 2. Я не играл в первую часть, я смотрел прохождение у многих летсплейщиков, игра мне понравилась. Очень жду продолжения второй части, посмотреть, что она себя представляет, попугаться вместе с вами, потому что я думаю, это будет очень-очень-очень страшно. Играть мы с вами будем за детектива Себастьяна Кастелланоса, который потерял все, в том числе свою дочь. Чтобы спасти Лили, он должен спуститься в полные кошмары глубины Стэм. Что же нас ждет? История спасения, вернуться в мир кошмаров, чтобы выжить и спасти своих близких. Жуткие заколки кошмарного мира, держащие в напряжении противники. Найдите свой способ выживания. Жуткая мешанина исчезти тела и тревожное ожидание. Все это нас с вами ждет 13 октября в игре The Evil Within 2. Итак, следующая игра, которую я очень жду, выходит 17 октября. Это игра под названием Эликс. Тщательно проработана динамическая ролевая игра, создаваемая достойными наград авторами серии Готики. Ее действия разворачиваются в новое постапокалиптическое научно-фантастическое вселенное. Игроков ждет огромный бесшовный мир, полный ярких персонажей, гротесных мутантов, моральные дилеммы и напряженных приключений. В Эликс вы вступаете в войну за ценный ресурс, который дает сверхчеловеческие возможности, но превращает людей в холодных бесчувственных существ. Вам решать, что возьмет верх в мире Маголан. Эмоции, человечность или холодная синтетическая логика. Что же нас ждет, какие особенности этой игры? Как обещают разработчики, она будет полностью бесшовный открытый мир, то есть без всяких загрузок. Перемещение по вертикали. Мы с вами сможем использовать реактивные рани, чтобы достигнуть любой интересной нам точки. Живой мир реагирует на наши действия, полностью погружая в атмосферу игры. Система связанных друг с другом заданий, где сделанный игроком выбор действительно имеет значение. Тактическая боевая система для увлекательных сражений вблизи и на расстоянии. Постапокалиптическая научно-фантастическая вселенная, вобравшая в себе лучшие элементы двух жанров. Жду с нетерпением 17 октября. Следующая игра, которая выходит 24 октября, это Destiny 2. Наконец-то игра вышла на ПК, но, к сожалению, с опозданием на целый месяц. Многие летсплейщики, у кого есть плойка, уже все прошли сюжетную кампанию. Поэтому я не знаю, есть ли смысл проходить ее на канале. Пишите свое мнение в комментариях, будет ли вам интересно смотреть прохождение именно в моем исполнении. Но я считаю, в этом нет никакого смысла, потому что именно сюжетную кампанию можно посмотреть уже спокойно у любых других летсплейщиков. Поехали дальше. Следующая игра, которая выходит 27 октября, это Assassin's Creed из Токио. Раскройте тайны Древнего Египта и узнаете, как было создано братство ассасинов. Воды Нила, таинственные пирамиды, дикие животные и беспощадные противники. Многочисленные задания, захватывающие истории и колоритные персонажи от аристократов до нищих. Новая механика боя, разнообразное оружие, проработанная система прогресса и уникальные боссы. Это будет первая игра у нас с вами на канале про ассасинов. Надеюсь, вам будет интересно смотреть в моем прохождении. Ждем 27 октября. Ну и последняя игра, которую я очень жду 27 октября, это Wolfenstein The New Colossus. Долгожданное продолжение Wolfenstein The New Order. Игра мне безумно понравилась, что New Order, что Old Blood. Жду просто прям с нетерпением, очень-очень сильно хочу в нее поиграть. Что у нас там по сюжету в итоге выходит? Америка, 1961 год. Убив нацистского генерала Черепа, вы одержали лишь временную победу. Миром продолжают править нацисты. Вы Биджей Бласковец по просьбе Жуткий Билли. Боец сопротивления, гроза нацистской империи и последняя надежда человечества на свободу. Только у вас хватит сил, стволов и смекалки, чтобы вернуться в США, перебить нацистов и раздуть пламя второй американской революции. Очень жду выхода игры 27 октября. Ну что ж, вот так у нас с вами выходит насыщенный октябрь. Очень много новинок, которые я хочу поиграть. Пишите свое мнение в комментариях о каждой игре. Будет вам интересно смотреть на канале. Ну а на сегодня все. Всем удачи, всем пока.